Здравствуйте, друзья! Мне стали приходить вопросы довольно-таки часто от прихожан храма, которые по каким-то причинам испытывают некоторые запруднения, искушения в своей церковной, религиозной жизни, ищут поддержки, помощи у священника, своего прихода, но сталкиваются с непониманием, может быть, где-то батюшка где-то отдернул, где-то грубо сказал или еще что-то. То есть как-то не проявил, как им кажется, достаточно к нему внимания и тем самым еще больше усугубил ситуацию. Или приходят такие вот обращения с ссылкой на кусочек видео, и там проповедь, например, какого-нибудь священника, и вопрос, это правда, допустим, там, или он правду говорит, или там прокомментируйте, пожалуйста. Друзья мои, вы понимаете, я не могу таких вещей делать. И это неправильно, если я начну это делать, если я начну комментировать, если я начну давать оценки действиям других священников. Это неправильно. Я потому что не знаю всех обстоятельств, я не знаю всего того комплекса ситуации, почему так священник себя повел, почему именно так, а не по-другому. Я не знаю. Приход — это как семья. Есть в этой семье настоятель, батюшка, отец, поэтому отцом его называют. Он духовный отец вот этой вот духовной семьи, прихода. И как в обычной семье, у каждого отца, вот мужчина, у него есть семья, и он в своей семье, как он там действует? Ну, как считает правильным, так и действует. А если ему, например, сосед начнет его учить, как ему правильно поступать, правильно, неправильно он поступает, ну, как это будет выглядеть? Это нормально или нет? Это же неправильно. Поэтому я не могу комментировать действия других священников, их проповеди, там, давать оценочные какие-то вещи. Я могу, конечно, с вами поскорбить, посетовать, вот что так получилось, разделить с вами вашу скорбь какой-то, но не более того, вашу озабоченность, но не могу я давать никаких оценок. Поймите меня правильно. Потому что и он священник, и я такой же священник. И его Господь призвал на это служение, и меня Господь призвал на это служение. Почему вот его Господь призвал? Значит, надо так. Меня тоже призвал, значит, тоже вот. Ну вот есть какой-то промысел Божий. Так что мы с ним, с любым другим священником, мы в одинаковой ситуации. И я не могу влезать в его, так сказать, духовную семью и говорить, где он прав, где он неправ. Но я могу вот что вам сказать. В отличие от обычной семьи, которую мы не выбираем, мы в ней просто рождаемся по факту, семья духовная — это все-таки наш выбор. Поэтому если вас что-то там не устраивает в приходе, ну не нашли вы какой-то общий язык с настоятелем, там или со священником, никак не нашли взаимопонимания, обратитесь к другому священнику, обратитесь в другой приход. Там будет другая ситуация. Знаете поговорку, что со своим уставом в чужой монастырь не ходит? Так это не то, как к монастырям относится. Это и к приходам относится. Приходская жизнь, духовная жизнь, вообще она очень тонкая штука. И нужна где-то и строгость, где-то и мягкость, где-то нужна и жесткость, может быть, где-то и простота, а где-то интеллигентность. Тут очень-очень все разное. Люди все разные. Все абсолютно люди разные. И священники тоже разные. И это хорошо. И это хорошо, что разные. Это означает, что у вас есть шанс найти такого, который вам больше, так сказать, будет по душе, по вашему характеру. Если вас священник в чем-то не устраивает, ну, никак вы с ним не находитесь, вы понимаете. Никто вас не заставляет себя переломить, а его считать прям абсолютно безгрешным. Все, что он делает, это прям глаз Божий. И искать в этом какой-то, не знаю, промысел. Ну, в том смысле, что священник как будто оракул вещает в каком-то трансе слова Господни, то, что вам нужно сделать. Вовсе нет. Он такой же человек, как и вы. Мы с вами в одной стране родились, в одних школах учились. Я имею в виду, мы это священники, да. Мы не с космоса прилетели, не с Марса, не откуда-то из другой галактики. Мы здешние. Мы продукты той же эпохи, что и вы. И страдаем теми же, что и все люди. Конечно, мы пытаемся. Мы встали на путь служения Богу, мы встали на путь служения Церкви. Мы смотрим на все через призму церковного учения, Евангелия. Да, в свете Христовой правды мы на все смотрим. На жизнь, на мир, на все. Но каждый при этом видит что-то свое. Каждый при этом чуть-чуть, но отличается. Вы посмотрите, вот четыре Евангелиста, четыре Евангелия, ну все четыре, они об одном Христе, но написаны по-разному. У них разный характер. И этот характер, характер Евангелистов, он отражается. Посмотрите, сравните. Допустим, Евангелие от Иоанна, к примеру, и Евангелие от Луки. Посмотрите, насколько кардинально они отличаются, насколько они разные. Вот и священники тоже разные. Найдите себе по сердцу, по духу, и будет радость и вам, и всем. Вот таким образом. Скорблю, конечно, с теми, кто ко мне обращается с такими проблемами, но больше я ничего для вас не могу сделать. Помогай Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова